Hi everyone! Продолжаем с вами это уже на Spotlight 6 первый модуль Unit 1C здесь маленький кусочек My Country, который называется и собственно давайте разберем здесь у нас Чили, да, мы говорили вам до встречи в Чили вот кусочек Латинской Америки чтобы понимали, вот это Южная South America и вот собственно карта вот видите, вот это вот длинная-длинная-длинная страна, чуть ли не до самой Антарктиды это как раз и есть Чили Арика, Калана, Лазерена, Вальпараиза Сантьяго, Пуэрта-Монт Верта-Наталес, Пунта-Аренас Сантьяго, да, Чили, это и есть столица а пока смотрим что от нас тут хотят Ну мы добавим сами, а потом прослушаем и вспоминаем сразу суффикс это было у нас в пятом классе, какие используются да, иоанн, иш, вот опять иоанн, да тут джапониз, из, иш, иш вот, еще есть эр, Нью-Зиландер, да бразил, бразилиян бритэйн, бритэйш, джермани, джермэн, язык национальность джермэн, джапан, джапаниз, полэнд, полэш, раша, рашин, спэйн, спэниш, и спэниш, и спэниш, и спэниш. Проверяем, слушаем Unit 1c Unit 1c My country Exercise 1a Page 10 Countries Nationalities Brazil Brazilian Britain British Germany German Japan 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 Japanese Poland Polish Russia Russia Russian Spain Spanish Spanish Проверяем Смотрим внимательно на Flags Brazilian British Union German Japanese Flag Солнце Восходящее Polish Flag Просто красно-белая полоса Russian Flag Spanish Flag Choose a flag and describe it to your partner Your partner guesses which one it is Выбери флаг и опиши его своему партнеру и твой партнер напарник догадывается какой это флаг, например It's white With a big red circle in the center, in the middle It's Japan Япония Или It's Japanese It's a Japanese flag Okay It has It has two stripes White and red It's a Polish flag It has three stripes White, blue and red It's Russian Yeah Okay It has three colors Blue, white and red But not stripes Ну, не по-русски Union Jack The British flag, да? Вот что-то в таком духе Так Далее Everyday English describing location Как описать местоположение Вот тут у нас вот получается compass И North South East West И между ними там North Получается северного Севера North East South East Юго-восток South West Юго-запад North West Северо-запад What do the letters On the compass mean? Ну, мы уже сказали Что они значат Use the box To say The south North East West In the north-east На северо-востоке In the south-west На юго-западе Etc Of Чего-либо, какой-либо страны Например In the north-east Of Russia Is На северо-востоке Ну, это Камчатка Наверное, да Может, да, имеется в виду Окей Смотрим дальше Ask and answer as in the example Where exactly is Africa? It's in the north of Ariga Sorry, господи, Африка In the north of Chile На севере Чили Ariga – это город It's in the north of Chile Where exactly is Santiago? It's in the middle Yeah? It's in the center of the country Where exactly Точно Where exactly is Puerto Natales? It's in the south of Chile Окей Ну, что-то в таком духе потренируйте Что в этом South North East-west Сложно сказать, очень узенькая страна Но, тем не менее Reading Read the title of the text What do you expect the text to be about? О чем, как ты ожидаешь, будет этот текст Listen, read and check Then answer the questions Explain the words in bold И объясни слова в жирном In bold – это жирным шрифтом Сейчас мы сразу это объясним The title называется очень просто текст I love Chile То есть уже понятно, что Кто-то либо живет там Либо им нравится эта страна Live Жить Capital Это столица или заглавный, да? Ice Лед Desert С пустыни River С реки Все абсолютно знакомо Даже desert, по-моему, у вас уже было Hello My name is Maria I am from Chile in South America I live in the capital city, Santiago Chile is a beautiful country with lots to see In the south there is ice and snow, but in the north there are deserts Tourists come to Chile to visit the Atacama desert, Patagonia, and the Andes mountains The central valley has a lot of rivers The central valley has a lot of rivers Chile is a wonderful place to live, but also to visit Смотрите, тут из интересного Атакама Пустыня Атакама Если слышали такую в Патагонии Кто смотрел 15-летнего капитана Не 15-летнего А, дети капитана Гранта Вот Или читал Вот они как раз пересекали Патагонию, да? The Andes mountains Или Cordillera Другое название, да? Вот эта вся гряда, которая тянется через Америку Ну, давайте теперь прослушаем Close your books Imagine you are Maria And say three things you remember about Chile Три вещи, которые вы запомнили про Chile The capital is Santiago, да? It's in South America And it has deserts Ну, хотя бы что-то And the mountains as well Ну, и горы, конечно, тоже И rivers Central valley А, долина, слово долина The central valley Центральная долина Имеет много рек Давайте разберем Привет, мое имя Мария Я из Чили в Южной Америке Я живу в столице Сантьяго Чили это красивая страна С очень множеством всего Что можно увидеть На юге есть лед и снег А на севере пустыни Туристы приезжают в Чили Наверное Посмотреть Атакаму Пустыню Атакама В Патагонии И горы Анды Центральная долина Имеет много рек Чили это прекрасное Место жить Ну, также и посетить Приехать посмотреть I don't mind Я не против С удовольствием Только до Южной Америки Пока долетишь Хо-хо Слушаем Exercise 3 Page 10 I love Chile Hello My name is Maria I am from Chile In South America I live in the capital city Santiago Chile is a beautiful country With lots to see In the south There is ice And snow But in the north There are deserts Tourists come to Chile To visit the Atacama desert Patagonia And the Andes mountains The central valley Has a lot of rivers Chile is a wonderful place to live But also to visit Таким образом Можем уже с люто ответить На вопросы Where is Maria from? Maria is from Chile What is the capital city of Chile? The capital city of Chile is Santiago Святое Яго, дословно. Третий вопрос. Что турист может увидеть в Чили? Любой турист can see a lot of things. Да? Много всего разного. Deserts, rivers, mountains. Rivers, mountains. Ну, хотя бы вот на таком уровне напишите что-нибудь. Даже без названий, да? Обобщая. For example, можете добавить. For example, Atacama Desert, Rivers for the mountains. Of course, the end is mountains. And a short text about your country. Вот это вот означает Information, computer, technology, по-моему. Типа что-то IT, когда вам надо погуглить, посмотреть. Portfolio. Write a short text about your country. Напишите короткий текст про свою страну. Name, location, capital city, places a tourist can visit. И вот этот текст используйте как модель. У вас тут 30-50 слов. И ровно то же самое. Hello, my name is... Ну, пусть будет Иван. I am from Russia. Не будем добавлять, какую она, Europe или Asia, потому что это смешно, ее трудно не заметить на карте. I live in the capital city. Тут у нас, например, может быть Москва. Russia is a beautiful country with lots to see. Правда? Very big and beautiful. The poem a very big, очень большая. A very big and beautiful country with lots to see. In the south there are... Что у нас там? Моря. There is... There are... There are warm seas. Теплые моря. But in the north there are ice deserts. Кстати, вот так сделаем. Снежная пустыня. Tourists come to Russia to visit... Ну, допустим, не пустыню, а что? Мы вот сюда напишем the Urals Mountains. Здесь мы напишем to visit the... Безе, большие озера Безе, Байкал. To visit lake Байкал. Вот это уберем, добавим сюда озеро Байкал. Lake Байкал. Озеро Lake. And the Urals Mountains, Crimean Mountains. The Crimea вот сюда в центр добавим. And the Urals Mountains. Так. The central part, центральная часть, has a lot of rivers, of course, and beautiful nature. and very beautiful nature. Природу. Окей. Russia is a wonderful place to live, but also to visit. Вот что-то такое получилось на базе Чили. И здесь у вас тоже тогда I love Russia. Что должно получиться? Hello, my name is Ivana and I'm from Russia. I live in the... Ну, если он-то у нас как бы Санкт-Петербург, I live in the... in the Russia's old capital city, Санкт-Петербург. Тогда будет. Russia is a very big and beautiful country with lots to see. In the south, there are warm seas, but in the north, there are ice deserts. Tourists come to Russia to visit lake Байкал, the Crimea and the Urals Mountains. The central part has a lot of... Она тоже называется у нас Южная, как это не Южная, как это Европейская долина, а нет, Средняя, Среднерусская равнина. Ну, мы просто скажем центральную часть. The central part has a lot of rivers and very beautiful nature. Russia is a wonderful place to live, but also to visit. Ну, там не только nature, у нас везде beautiful nature, да? Ну, вот на базе текстика просто навскидку, вот буквально from the top of my head, как говорится, навскидку выражение есть такое, да, с вершины головы. То есть вообще особо не готовясь, придумали, как сделать рассказ уже про свою страну, просто заменив некоторое название в тексте. Вам надо уметь это делать реально быстро, минут пять, и как раз выдерживая вот эти вот все слова, у вас таки будет тут не менее 50 слов, не менее. Good. Идем дальше. Нам надо еще воркбуки доделать, да? Этот же кусочек, ванце. Прыгаем и идем туда. Что у нас здесь? My country. Flags, nationalities, north, south, west, east. Вот эти слова, немножечко London. Поехали. Vocabulary. What nationality are they? Complete the sentences. Какой они национальности? Завершите предложение, базируясь на знания нашей глубочайших познаниях географии и знания флага. А еще и то, что здесь написано. Michelle is Canadian. Canadian. She is from Canada. Akemi. Jacques. Тут следующий Jacques. Jacques. На французском вот это вот не читается и буковка S в конце слова не читается. Получается Jacques. Jacques is French. Француз. He is from France. Akemi is Japanese. Japanese. She is from Japan. Richard is American. He is from the USA. The USA. Mark is British. He is from Great Britain. Dolores is Spanish. She is from Spain. Okay. Ask and answer as in the example. Where is Michelle from? She is from Canada. She is from Canada. Ну, вот мы почти то же самое сказали. Where is Richard from? He is from the USA. Where is Jacques from? He is from France. Where is Akemi from? She is from Japan. Where is Mark from? He is from Great Britain. And where is Dolores from? She is from Spain. Вообще, Долор, 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 это больно испанском. Имя такое, Долорес, боли. Ох. Так. Write what the letters mean as in the example. Вот вам Кантас. И здесь у вас North, East, South, West. North, значит South, надо расшифровать, да? West, Запад. East, Восток. Это у вас North, East, Северо-Восток. South, East, Юго-Восток. South, West, Юго-Запад. И North, West. North, West. Только, мне кажется, там уже будет с маленькой буквы писаться. Хотя здесь сейчас пока как сторона света. Окей. Дальше. Let's read about London. Read the text, complete the sentences below. Значит, уже видим. Тут у нас не так много, чтобы... Всего лишь четыре предложения. The North England is London. Я даже догадываюсь, что это Capital здесь будет. Даже не читая. Может такое быть. The statue of Lord Nelson is in... А те, кто меня слушал, те знают, что это in Trafalgar Square. И даже знают, что с Нельсоном случилось у битвы при Трафальгаре. Trafalgar Square. Я вам говорю. Чем больше у вас знаний в голове, даже на родном языке, тем проще вы будете любой другой язык и другой усваивать. Tower Bridge is over... Мост через... Тоже вам рассказывала. Это over the Thames. Он же через эту... Темзу. Естественно, это разводной мост. Thames. Он у вас на картинке. The Queen of England's name is... Тоже знаете, Элизабет. Мы даже про нее там немножко писали, когда-то в младших классах. Элизабет. Ого. Так. По крайней мере, та, которая сейчас правит. Угу. Поехали, прочитаем наши догадки, проверим. London by Flavia Ballerano. London is the capital of England. О, внезапно. It's a very big city. There are lots of things to see in London. Трафальгар Square is popular with tourists. Популярно у туристов. To be popular with... Быть популярным у... There is a statue of Lord Nelson there and two beautiful fountains. Там еще и the National Gallery, да, национальная галерея, музей этот. Oxford Street is a very busy place. It's famous for... To be famous for... Быть знаменитым чем-то. It's shops and restaurants. Своими магазинами и ресторанами. The river tents is in the middle of London. Ну, как в центре она проходит, протекает через Лондон. Но не в смысле, что она в центре как озеро, да, понимаете. It's 200 miles long. Длиной 200 миль. 200 миль. Как понять, сколько это в километрах? Умножаем на 1,6. Морская 1,8, да. И что мы получаем? 320, да, километров long примерно. Tower Bridge is over the river Thames. It's next to the Tower of London. Логично, поэтому называется Tower Bridge. Лондонский Tower, да. Вот это их бывшая тюрьма. И сейчас это скорее музейный экспонат. Buckingham Palace is where the Queen of England lives. Букингемский дворец, то место, где живет королева Англии. It's very big and beautiful. London is a wonderful city. It's a great place for a trip. Да, великолепное место для путешествия. Но только никто не сказал home. А я с ней прочитала как name. Блин, я еще и думаю, где же там сказано, что ее зовут Элизабет? Name. Home. The Queen of England's home is Buckingham Place. Это у меня уже от усталости. Buckingham. Герцог Buckingham, да, в котором они потом выкупили этот дворец и сделали свои резиденции. Buckingham Palace. Вот. That's it. Элизабет II. Элизабета II сейчас у них правит. Которая уже 94 года. Вот. Все сделали. Если там еще идет какая-то там у меня ошибка, пишите, исправляйте. Вот. Могла заговориться. That's it. One C мы сделали. Теперь встречаемся с вами в следующей 1D. Но он уже не совсем 1D. Он Calcha Corner. Да, вот. Вот он. Calcha Corner. Узнаем теперь, из чего, собственно, наконец-то состоит Great Britain. Но мы с вами раньше уже разбирали похожую карту. Я вам рассказывала. Да, вот эти все части. И причем здесь вообще Ирландия. Это вообще независимое государство. Просто вот это Британские острова. Все. Пока-пока. До встречи in Great Britain. See you there.